Я инвестирую почти исключительно в проекты, в которых я операционно участвую сам. Я очень мало инвестирую в проекты, в которых я не участвую в бизнесе. А также это вряд ли надо считать инвестициями, это скорее дарение в образовательный фонд. Здесь я, это детище мое и еще 200 моих соратников, кто создает образовательный фонд Айб. Такого ответа, что сейчас прибыльно, такого нет. Если такая ниша известна всем, то, естественно, там уже много народу. Поэтому тут скорее надо говорить о больших изменениях. А изменение заключается в том, что приходят новые технологии искусственного интеллекта, которые внедряются во все области нашей жизни. И сейчас самое интересное событие происходит на стыке. На стыке уже известных ранее потребностей людей вокруг и новых технологий, которые по-новому эти потребности удовлетворяют. Была доставка, появилась доставка с помощью самодвижущихся устройств у роботов. Была, допустим, были всевозможные сервисы по оказанию офисных услуг. Появились автоматические ассистенты, которые занимаются конкретными вопросами. Например, наймом сотрудников есть такой робот Вера, который сам звонит и проводит первичное интервью с кандидатами. Были медицинские технологии, появились технологии, которые смотрят на те же МРТ, но умеют распознавать болезни иногда точнее, чем люди. И так далее, и так далее. То есть базовые потребности человека в еде, в производстве, в медицине, в развлечениях, в общении, они не менялись, наверное, уже десятки тысяч лет. Но способы их удовлетворения с каждой индустриальной революцией, с каждой эпохой меняются. И вот сейчас очень интересный момент, когда все становится вверх на голову в связи с появлением искусственного интеллекта и вот этой вот четвертой индустриальной революции. Поэтому я бы посоветовал молодым предпринимателям в первую очередь найти место, где у них есть три магических кристалла. Первый магический кристалл связанный со знанием проблемы, второй магический кристалл связан со знанием технологии и третий магический кристалл со знанием каналов. Вкратце человек должен знать не понаслышке о болезни, он должен уметь сделать таблетку и он должен уметь эту таблетку доставить больному. Я не советовал бы предпринимателям заниматься областью, где у них нет того, что называется unfair market advantage, какого-то особого преимущества в этих трех элементах. Я много встречал предпринимателей, которые приходят в совершенно новую область и говорят, вот мы хотим разработать новую программу для редактирования видео. Условно говоря, я спрашиваю, а у тебя есть образование операторское или режиссерское, почему ты считаешь, что ты сделаешь эту программу монтажа видео лучше, чем уже существующие? Нет, но я пробовал пользоваться системой, мне кажется, там есть какие-то неудобства. Хорошо, может, у тебя есть какие-то особые знания, как обрабатывается изображение, видеопоток, и ты долго, много лет этим занимался? Ну да, я там, ну в принципе нет, но я в студенчестве провел, у меня был какой-то экзамен этим. Ну хорошо, но может, ты знаешь, как продавать эти программы, видеопрограммы? У тебя папа работал 10 лет дистрибутором видеопрограмм? Нет, я как-то не думал о том, как продавать. У тебя нет трех магических кристаллов. О чем ты? Куда ты идешь? Почему ты считаешь, что ты лучше знаешь проблему? Почему ты знаешь, что ты можешь эту проблему решить? И почему ты думаешь, что ты лучше можешь продукт этот продать? Часто люди приходят, которые знают, как создать таблетку. Они приходят из научной среды, они говорят, что мы всю жизнь занимались обработкой изображений. Но этого все равно недостаточно. Самое главное узкое горлышко находится, на самом деле, не в способности создать таблетку для больного, а на самом деле в знании болезни и способности доставить таблетку больному. Вот это действительно реальный узкий горлышко на рынке. И большинство стартапов разоряется, не достигнув точки безубыточности, именно потому, что у них нет unfair market advantage в способности, в понимании болезни и в способности доставить таблетку. Закрытие бизнеса – это обычный, нормальный процесс предпринимательства. Это не что-то экстраординарное. Более того, вообще-то по статистике из 10 компаний начального этапа как минимум 9 закроются. Поэтому, вообще-то это, скорее, наиболее ожидаемый исход молодого предприятия. Это больно, но это часть жизни предпринимателя, часть жизни стартапера. Надо сохранить отношения, потому что доверие с твоими сотрудниками, с твоими инвесторами тебе необходимо сохранить. Это не последний проект, который ты будешь делать. То есть с этими же сотрудниками ты пойдешь дальше, в другой проект. Поэтому максимально ты должен сделать все, чтобы максимально честно и конструктивно, и эффективно расстаться в одном проекте для того, чтобы двигаться дальше. Я бизнес начинает с влюбленности. То есть это надо влюбиться в эту идею. То есть ты, ты что-то происходит вокруг, какие-то, какая-то информация, какие-то люди вокруг, идеи. И вдруг появляется, появляется вот некое озарение. Ты думаешь, все, вот это же классно, это никто не делал, давай сделаем. Но по многолетнему опыту своему, теперь я с такого рода идеями иду к Алене, к моей супруге, и рассказываю эту идею ей. И в 90% случаев по ее реакции я понимаю, что лучше этим не заниматься, потому что я много раз пробовал. В общем, этого влюбленности еще недостаточно. То есть необходимо потом еще, сразу после этого, поговорив с несколькими людьми, получив от них обратную связь. И если ты видишь, что все-таки в этом есть зерно, следующий шаг должен быть, это бумажный прототип. Ничего не надо разрабатывать, ничего не надо, никуда не надо инвестировать. Надо сделать, как будто этот продукт уже есть, как будто он уже существует. Надо написать рекламку, написать headline, tagline, сделать, может быть, landing page. И притвориться, как будто этот продукт существует. И попытаться его продать. Продать будущим покупателям. Пойти на улицу, вот так подсесть на скамейке, кому-то показать рекламку и сказать, вот, так сказать, мы тут разрабатываем, разработали новый продукт, вот скажите. И оценить по десятибалльной шкале от нуля до десяти. Их ответ, купил ли бы этот человек этот продукт прямо сейчас. Это можно сделать буквально в кафе, мы, я многократно такое делал, у нас в кафе, я подсаживался к незнакомым людям и задавал этот вопрос. Это называется NPS, Net Promoter Score, от нуля до десяти. Купите ли вы этот продукт прямо сейчас, или там, на этой неделе. Вот дальше надо посмотреть, сколько человек ответит 9-10. Если из 15 опрошенных никто не оценит на 9-10, бессмысленно этим заниматься. Оценки 7-8, большинство людей скажет 7-8, чтобы быть вежливыми. Но это значит, они не купят. Это очень важный практический опыт, который я получил. Просто так, многие доходят до понятия бумажный прототип, они пытаются продавать в долине, это называется fake it, then make it. Нет, сначала ты имитируй, потом делай. Так вот, люди доходят до этого, но они не понимают, что если просто спросить человека, ну как, тебе нравится? Большинство людей скажет, да, нравится. И это ничего не значит. А вот оцени от нуля до десяти вероятность того, что ты купишь. 7-8, все, значит не купят. Это называется, вот так устроено. Если ты получишь процентов 20-30 людей, кто скажет 9-10, это очень серьезный сигнал того, что ты что-то нашел. Надо достаточно решительно принимать решение, когда ты понимаешь, что нет product market fit. Product market fit – это очень важная концепция в стартапах. То есть ты создаешь новый продукт, ты пытаешься найти вот этот самый product market fit, ты пытаешься найти свою нишу, свой канал избыта. Как правило, это не получается в начале. То есть крайне редко стартап выходит в точку безупыточности на той самой идее, на которую он начинался, когда привлекал в начале деньги. Он делает несколько пивотов, несколько серьезных поворотов. Важно за историю стартапа, пока у тебя не кончились деньги, сделать необходимое количество этих пивотов, чтобы найти своего пользователя, найти свой product market fit. И если у тебя в запасе run rate 1 или 2 года, то значит за 1 или 2 года тебе надо успеть вот, собственно говоря, минимум 4-5 таких поворотов. На каждый поворот у тебя есть несколько месяцев фактически. Надо делать очередную продуктовую гипотезу, тестировать с помощью вот такого бумажного прототипа, о котором я говорил. Если видно, что кажется, что вот эти девятки-десятки, их много и вроде как все складывается, надо повернуть, попробовать сделать прототип из бумажного, сделать в реальный прототип, начать до MVP, Minimal Viable Product. Надо попробовать его продавать. Если видно, что уже MVP оценивается на девятки-десятки, это значит хороший знак. То есть можно еще пытаться продавать и еще несколько месяцев его тащить. Если вот начальный прототип на девяток-десяток мало, надо резать, надо двигаться дальше и делать еще следующий поворот. Но в конечном итоге это называется долина смерти. Это в конечном итоге, если удается найти растущую точку роста и появился продукт, начали пользоваться, у него появился retention, это еще одно ключевое слово у стартапа. То есть те пользователи, которые начали его использовать, они возобновили использование через 3 месяца, через полгода. Это все. Значит, у тебя появился свой продакт-маркет-фит, и теперь уже можно поднимать следующий раунд, уже чтобы масштабировать эту точку роста. Сабика это был первый в мире карманный коммуникационный компьютер, предшественник Тиндера, предшественник Ватсапа, предшественник геопозиционных социальных сетей. Коробочка, ты вводишь информацию о себе, о девушке своей мечты, и она вибрирует, когда находит такую девушку на расстоянии 150 метров. И дальше можно писать сообщения текстовые, можно играть в игры удаленные и так далее. Мы придумали эту штуку в 98-м году, разработали все с нуля, потому что тогда не было блютуса, не было сотовой связи. И штука оказалась настолько популярной, что за 4 месяца в 2000 году мы продали четверть миллиона экземпляров. Нас узнавали на улицах Нью-Йорка, продукт продавался в США. Но случился насдаковский кризис, dotcom crash. И мы попытались модернизировать компанию. На следующий год мы вышли с этим продуктом в Европе, но случился теракт. И беспроводная коммуникация с неизвестными людьми у подростков на улице. Это стало абсолютно запретной историей. Родители на это не шли. И, в принципе, кризис еще несколько лет продолжался. Поэтому сабика было достаточно очевидно, что нужно... Под всю эту мясорубку попали, к сожалению, не мы одни. Есть понятие упрямства, а есть понятие упорства. Вот упорство — это то, что дает успех бизнесу, а упрямство — это то, что приводит бизнес к краху. И вот найти отличие между упорством и упрямством — это и есть некая магия, это и есть искусство предпринимателя. Единственное, что может разрешить эту дилемму упрямства-упорства — это общение со своими пользователями, постоянное общение, пытаться как губка впитывать обратную связь и пытаться понять их точку зрения. Называется customer development. Вот если ты много общаешься, то ты начинаешь чувствовать вот это отличие между упорством и упрямством. Продолжение следует...